Территория нового комплекса Асан-Хайят протянулась на 2000 гектаров. В его центре возвышается трехэтажное здание, в котором уже приступили к оказанию услуг для граждан и гостей страны. Наряду с центром Асан-Хайят в юго-восточной части села Атакишили посетителей ждут приятные сюрпризы. 12 февраля при участии президента Ильхама Алиева состоялось открытие комплекса Асан-Хайят в Кюрдамире. Радостно, что 17-й по счету комплекс уже приступил к оказанию услуг для граждан. Здесь представлено более 300 видов различных государственных и частных услуг. Наряду с центром по оказанию услуг здесь также и объекты общественного назначения. Среди них кафе, рестораны, кинотеатр, аббат-фуд-холл, детский развлекательный центр. Здесь также расположился парк с фонтанами, где можно приятно провести время. Количество оказываемых для граждан услуг постепенно возрастает. В центре работают около 260 тысяч человек. Предусмотрено, что помогать в оформлении документов будут около 50 волонтеров. Я обратился, чтобы оформить транспортное средство при помощи нотариальных услуг. И нам очень быстро оказали помощь. Желаю, чтобы такой центр был в каждом уголке нашей страны. Пришли, чтобы воспользоваться услугами центра. И, конечно же, для Кюрдамира это большое достижение. Мы очень рады этому. Я пришла поменять удостоверение личности и думаю, все будет как надо. Мы очень рады, что у нас приступил к работе такой центр. Это бренд Азербайджана. Все граждане, можно сказать, что получают пользу от этого. Высоко оцениваем его работу. 2020 год в Азербайджане объявлен годом волонтеров. И немалую роль в этом играют волонтеры центра Асан. С момента своего создания, начала оказания услуг, центр придаёт особое значение формированию правильного мышления и видения у молодёжи, создаёт для них возможности. Для нас, для молодёжи, центр Асан создаёт невероятные возможности. Мы постепенно превращаемся в активных участников жизни своего города и надеемся, что впредь так и будет. Это не первое наше достижение, но одно из существенных. В составе комплекса Асан Хаят приступил к работе четвёртый по счёту Аббат Фудхол. Здесь проходит выставка и продажа продукции, изготовленные непромышленным способом. 17-й по счёту Асан Хайдмят расположился в Кюрдемире. В общем, здесь проживают более 540 тысяч граждан, и каждый из них сможет обратиться в Асан Хайдмят, где ему окажут более 300 видов государственных, ну и, конечно же, частных услуг. Хотелось бы отметить, что если раньше определённые услуги оказывались только лишь по месту жительства гражданина, то теперь это не обязательно, поскольку любой гражданин может обратиться в Асан Хайдмят и получить услугу вне зависимости от места своей прописки, от места своей регистрации. Вдоль всего комплекса для безопасности граждан установлены видеокамеры, а для упрощения процесса оказания услуг – система электронной очереди, эскалаторы, по одному лифту в каждом административном здании и кинотеатре, система тушения пожара, централизованная система вентиляции. Перед комплексом Асан Хайдмят проходит весенний фестиваль. Здесь можно просто приятно провести время, но также и приобрести продукцию, которая была произведена в Азербайджане. Кроме того, здесь можно посмотреть приятные шоу, где можно увидеть национальные танцы азербайджанам, послушать национальную музыку. Проведение весеннего фестиваля для нас уже традиция в период с 1 по 3 марта. В рамках фестиваля местные производители участвуют на ярмарке. Кроме того, здесь принимают участие представители дипломатического корпуса. Надеемся, что это придаст стимул в расширении наших культурных отношений. Я проживаю здесь вот уже 40 лет. И я из тех людей, кто всегда рядом со своими соседями и в горе, и в радости. И благодаря своим соседям и своему народу я вырастила, воспитала двух детей. Как отмечают представители госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, в ближайший месяц планируется открыть еще несколько центров службы АСАН. Фарида Ашралова, Алис Урхайоглы, Сибиси.